МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24-й наступил. При этом новогоднее поздравление президента Беларуси прописалось в трендах Ютуба. Его посмотрели сотни тысяч человек из разных стран мира. Оно и понятно. Искреннее обращение первого к белорусскому народу, как всегда честное и прямолинейное, нашло отклик как у соотечественников, так и у жителей других стран. В комментариях писали белорусы, вот это у вас Александр Григорьевич, красавчик, спасибо за мир, разделили посыл лидера Беларуси и жители Польши. Они в своих комментариях выразили искреннюю поддержку и признательность за добрососедство, что в очередной раз доказывает, между людьми нет вражды, ее навязывает руководящая польская элита. В самые первые дни нового 2024 года глава государства принял ряд кадровых решений. Одно из них назначение Юрия Чеботаря министром экономики. Александр Лукашенко подчеркнул, что в правительстве министерство экономики занимает особое место, поскольку ведомство планирует, контролирует и во многом направляет экономическое развитие страны. Но не все так позитивно. Президент не совсем удовлетворен работой министерства. Во время назначения нового министра экономики Александр Григорьевич сразу расставил ключевые акценты. Одно из требований, правда, и никаких приукрашиваний. Я хотел бы видеть активную роль министерства экономики. Да, вы предлагаете проекты планирования нашей экономики тактические, стратегические, тактические на год, стратегические на пятилетку, на Всебелорусском народном собрании вам часто придется выступать, обосновывать те или иные направления деятельности власти в целом и страны на перспективу. Поэтому вы к этому должны быть готовы. Легко не будет. Будет тяжело, особенно в этом году. Не потому, что нынешний президент хочет быть и дальше президентом. Не потому, что кто-то чего-то хочет. Мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы. Ну а если получится убедить людей в том, что лучше нас не будет. Говорю открытым текстом в начале года. И министерство ваше должно сыграть здесь существенную роль. Еще одно кадровое решение назначения нового генерального директора Белорусской атомной электростанции. Эффективность ее работы напрямую связана с нашей экономикой и соответственно с уровнем и качеством жизни каждого белоруса. Сэкономленные и заработанные деньги – это возможность вложить финансы в развитие социальной сферы, строительство новых объектов и модернизация старых, ремонт дорог и создание инфраструктуры. Президент не раз говорил, что в основе всего – экономика, которая постепенно адаптируется к современным вызовам и сложностям. От ее эффективности зависит благосостояние населения. К тому же глава государства утвердил нового посла нашей страны в Индии. Страна Южной Азии – мировой гигант с населением почти полтора миллиарда человек. Понятно, что фармацевтику, сельхозпродукцию, калийные удобрения и технику мы можем поставлять в разные страны. Но и индийское направление не менее важное. Тем более нам есть чему поучиться у индийских партнеров. Индия – огромный рынок. И мы там были представлены, мы там работали. Современность Советского Союза. Нам надо определить основные направления, где мы что-то можем сделать и где мы будем прежде всего полезны Индии. Это основа этого плана. Поэтому с министром иностранных дел, своим министром, вы определитесь. То же, что и министру экономики, вам скажу, сладко и легко не будет. Потому что надо выстроить фундамент наших отношений по основным направлениям с Индией. Мы не развернемся в Индии, как в Китае, допустим. Меньше работали. Да и, слушайте, ну у нас не такая экономика, чтобы уже разворачиваться по всему миру, как Китай или Россия. Нам достаточно определить основные направления и работать с Индусами. Решение выбрать такой курс было принято неспроста. Западные страны в свое время обрушили на Беларусь санкции, рассчитывая на крах нашей экономики. Но время показало, по кому в действительности ударили эти ограничения. Мы смогли не только достойно выдержать удар, но и улучшить многие показатели. В то время как западные страны начинают нищать и бедствовать. Потому что великое и могучее руководство долгое время тратило колоссальные средства на финансирование Украины. Отказалось от российских энергоносителей. Как итог, инфляция и снижение качества жизни людей. И раз уж с нами перестали сотрудничать, это вовсе не значит, что нам нужно опустить руки и ждать, пока на Западе одумаются. Переориентация на новые рынки и поиск новых партнеров – вот единственно верный путь. Именно поэтому президент принимает стратегические и точные решения, исходя из сложившейся тенденций и реалий, в которых мы существуем. В прошлом году это было четко видно. Саммит по борьбе с изменением климата, Объединенные Арабские Эмираты, Африканские страны, Венесуэла, Китай и укрепление экономического сотрудничества с Россией. Кадровый день у президента принес новое назначение в северный регион страны. Сергей Левкович назначен помощником президента Беларуси инспектором по Витебской области. В приоритете – агропромышленный комплекс и работа с кадрами. Вы знаете Витебскую область. Область непростая, если не сказать больше. Вы – агрария. Вы хорошо знаете сельское хозяйство, исходя из вашей биографии. То, что нам надо в Витебской области. Проанализируйте тот путь, который мы обозначили в развитии сельского хозяйства. Вы знаете, что мы создавали там интеграционные структуры, компании и так далее. Их несколько там. Я не говорю об итогах работы и прочего. Всего хватает. Но почему я на этот вариант согласился? Он, в принципе, без проигрыша. Но он ведь ничего не портит. Если это не удастся нам реализовать, ну, очень просто интеграционные структуры разбежаться. Так же? Они же ничего не теряют у них. Да. Поэтому надо попробовать реализовать этот проект до конца. Это ваша задача наиважнейшая. Но реализовывают люди. Вы инспектор по кадрам. Поэтому работайте вместе с губернатором. Но не забывайте, что вы не подручный губернатор. Вы – уши и глаза президента в этой области. Я от вас жду объективной оценки. Драки там быть не должно. Должна быть объективная оценка ситуации. Лидер Беларуси также согласовал на должность председателя Витебского райисполкома Сергея Егорова. Какие задачи стоят перед руководителем района, узнает моя коллега Мария Декан. Подробности в рубрике «Честный разговор». Выйти на уровень передовых в стране. Такой ориентир обозначил для Витебского района президент Беларуси. Каким образом новый руководитель планирует достичь намеченной цели, выясним сегодня. Меня зовут Мария Декан, и мы начинаем наш «Честный разговор». О планах по дальнейшему развитию Витебского района узнаем из первых уст. Сегодня у нас в гостях председатель Витебского районного исполнительного комитета Сергей Егоров. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Здравствуйте, Мария. В новой должности вы всего пару дней. Расскажите, как вообще отреагировали на эту новость, как расценили это назначение? Ну, конечно, это ответственная работа, ответственная должность. Тем более, Витебский район – это достаточно большой регион, который опоясывает областной центр. Поэтому с осознанием дела, что работа будет непростая, работа будет где-то, наверное, и более ответственная даже на отдельных участках. И, скорее всего, это будет более живая работа, более живое общение с людьми, с трудовыми коллективами. Будет возможность встречащие встречаться. Ну и, конечно же, принимать решения вместе с тем коллективом, с которым будем вместе работать, по тем основным задачам, которые перед нами ставит правительство, ставит глава государства, ставит губернатор области. Как руководителя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию област полкома, Витебский район наверняка вас радовал достаточно регулярно. Как вообще оцениваете его ресурсы, возможности и достижения на сегодняшний день? Ну, скажем так, что Витебский район, конечно, он всегда был в авангарде сельхозпредприятий Витебской области. И, я скажу, не только Витебской области, те показатели, которые сейчас по итогам года показал район, но они выше среднеобластных показателей. И где-то такой вот золотой десятки по отдельным показателям находятся и на уровне республики. Наверняка, когда узнали о этом назначении, строили ведь уже планы какие-то по развитию, возможно, района, что уже можете нам рассказать, чем поделиться, какие есть взгляды, перспективы? Это строительство двух молочно-товарных комплексов по указу президента. Это реконструкция и строительство тепличного комплекса в нашем агропредприятии Рудакова. Конечно же, еще планируется заполнение свинокомплекса Лучоса, который последние два года реконструировался, модернизировался, заменено оборудование, соблюдены все условия биобезопасности. В том числе, это задача, которая поставлена главой государства, об увеличении производства свинины. И, конечно, уже будет обеспечена дополнительная загрузка нашего видевского мясокомбината. А если говорить не только об АПК, а в целом о районе, то вот эта комплексная работа, с чего ее считаете правильным начать? Я считаю, что регион очень привлекателен для инвестиций. Это непосредственная близость к областному центру, это хорошая логистика. Много международных трасс проходит через район, есть железнодорожное сообщение. На территории района находится свободная экономическая зона, которая также является привлекательным субъектом для представителей малого и среднего бизнеса. Ну и, конечно, мы открыты для сотрудничества и со своей командой специалистов будем предлагать и принимать максимум усилий, чтобы инвестиционный потенциал видевского района развивался с каждым годом. Задача максимум от президента выйти на уровень передовых районов в республике. Насколько она осуществима и по вашим расчетам в какие сроки с ней реально справиться? На те показатели, которые ориентировал глава государства, конечно, мы нацелены. Это в первую очередь и благосостояние трудовых коллективов, которые трудятся на местах. Чем больше будем производить продукции, тем больше увеличится выручка. Соответственно, будет возможность говорить об увеличении заработной платы, социального пакета и так далее. Строительство того же самого жилья на селе благоустроенного. Ну а в какие сроки? Конечно, прогноз это дело неблагодарный. Но я думаю, что в течение ближайших 3-4 лет мы на эти позиции должны выйти. Ну и этот год знаковый. Его мы начинаем под знаком качества. Как эта символичность повлияет на вашу деятельность и на достижение поставленных задач в том числе? Ну а вопросы качества – это еще и качество той работы, которую ежедневно выполняют люди на своих рабочих местах. Это и качество услуг, которые оказываются населению. Это и качество работы с людьми по их обращениям. В этом году этому внимание будет уделено более пристально. Я думаю, станет это уже тенденцией. Спасибо, Сергей Валерьевич. Вопрос качества главный в этом году. И речь не только о качестве отечественных товаров и услуг, но и о нашем качестве жизни. Поэтому важна каждая составляющая. Без преувеличения, одна из основополагающих – здравоохранение. Качество медицинской помощи – это в прямом смысле вопрос жизни и смерти. Поэтому наш честный разговор мы продолжим с заместителем начальника главного управления по здравоохранению Витебского обл.сполкома Людмилой Ковалевой. Отечественная медицина стремительно развивается и совершенствуется. За последние 20 лет продолжительность жизни в Беларуси увеличилась на 6 лет. И, конечно, не без участия медиков. Однако успехи – не повод не замечать недостатков. В мае прошлого года президент поручил устранить их до 1 января. Расскажите, какая работа была проделана и чего именно она касалась? Действительно, на совещании президента Республики Беларусь были определены основные направления, по которым у нас где-то есть больше всего выявлено было каких-то недостатков. И поэтому были как бы выделены блоки, над которыми мы работали. Одним из первых блоков являлось это улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в первую очередь на селе. С этой целью у нас за прошедший год проведен ремонт всех 340 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся на территории Витебской области. Ни один фельдшерско-акушерский пункт закрыт не был. Проведен ремонт 83 врачебных амбулаторий. Проведены ремонты больницы сестринского ухода. Одним из блоков было это соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в лечебных учреждениях. С этой целью у нас проведена централизация стерилизации. У нас сейчас проводится работа по закупке мощно-дезинфекционных машин для обработки эндоскопического оборудования, где было больше выявлено всего нарушений. Большое внимание и большой блок вопросов был уделен проведению эндопротезирования крупных суставов. Кроме этого, был проделан большой блок работы по подготовке кадров. В частности, вопросы переподготовки по тем специальностям, которые у нас были вакантны и не заняты. У нас обновлен парк машин. В 2023 году приобретено 45 автомобилей скорой медицинской помощи. Приобретено 72 автомобиля просто медицинской помощи для оказания неотложной помощи, перевозки пациентов и выполнения другой работы, которая требуется и возлагается на лечебные учреждения. В общем-то, наверное, сложно сказать, чего это не коснулось. Приобретено 12 фельдшерско-акушерских передвижных пунктов. То есть, эти пункты позволили повысить доступность в оказании медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов, особенно отдаленных, малонаселенных, где недостаточно хорошо развито сообщение транспортное. То есть, в общем-то, это повысило доступность именно сельских населенных пунктов. Проведено оснащение и дооснащение замена вышедшего из строя и оборудования, которое имеет стопроцентный износ. Это и приобретены электрокардиографы, это приобретены и измерители внутриглазного давления, и глюкометры. Вот уже можно подводить итоги, в общем-то, и можем ли мы уверенно говорить, что система здравоохранения Витебщина этот экзамен сдала? Вот это поручение, оно научило нас быть более мобильными и более оперативно решать те вопросы, которые возникали, возникают, они и будут возникать. И несмотря на то, что мы сделали огромный пласт работы, подняли и так далее, сказать, что вот мы все завершили и поставить точку, конечно, нельзя. Эта работа должна быть на постоянной основе, и мы будем ее, конечно, продолжать и совершенствовать. Да, и год качества – это как раз-таки тот период для совершенствования. Вот как раз-таки в Витебске у нас сейчас проходит модернизацию, сразу несколько медицинских учреждений, в том числе и областная клиническая больница. Вот расскажите, на каком этапе находится ремонт этого учреждения? На сегодняшний день ведется стройка операционного блока Витебской областной клинической больницы, где будут новые операционные, новое оборудование, что позволит внедрить новые методы. И даже те методы, которые мы используем сегодня, они выйдут на более высокий уровень. У нас заканчивается, кроме Витебской областной клинической больницы, реконструкция корпуса Витебской областной инфекционной больницы. У нас завершен ремонт строительства Оршанской поликлиники, которая сейчас оснащается, подключается оборудование, и вот-вот она войдет в строй. У нас запланировано в 2024 году начало строительства поликлиники в городе Полоски. Понятно, что областной центр, и в частности областная клиническая больница, должны быть в авангарде у нас в регионе. Но вы уже затрагивали эту тему, тему регионов, тему именно села. Как обстоят дела сегодня там? Как можно оценить качество оказания медицинской помощи сельским жителям на сегодняшний момент? Ну, как я уже говорила, мы не закрыли ни один фельдшерско-акушерский пункт, они все работают. На сегодняшний день стоит наша задача полностью доосносить их необходимым оборудованием, чтобы сельский житель, придя на фельдшерско-акушерский пункт, мог получить полностью минимальный объем медицинской помощи, какой это возможно. Те фельдшерско-акушерские пункты, которые у нас недоукомплектованы, или отсутствует постоянный работник, разработана система заместительных мероприятий, то есть организованы выезды, плюс, как я сказала, у нас в этом году работает 12 передвижных медицинских ФАПа, на следующий год планируется приобретение еще 13, плюс врачебные амбулатории, где у нас работают врачи общей практики, ну и плюс у нас же созданы межрайонные центры, это Ворше и Новополоцкий. И если возникает какая-то критическая ситуация, острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, то пациенты, минуя даже центральные районные больницы, доставляются именно туда, где в первые часы оказывается тот объем помощи, который предусмотрен, который позволяет сделать оборудование этих центров и, соответственно, повысить качество жизни, уменьшить инвалидизацию и предотвратить длительный период временной нетрудоспособности. То есть вот над этим мы сейчас работаем и продолжаем работать. Вы озвучили одну из проблем – это недоукомплектованность. Насколько остро она ощущается у нас в регионе? Как, на Ваш взгляд, ее можно наиболее эффективно решить? В этом году в два раза увеличен целевой набор выпускников высшие учебные заведения для жителей Витебской области. Средние медицинские учреждения – это у нас их три – Орша, Полоцк и Витебские медицинские колледжи – также увеличили набор более чем на 150 человек. Кроме этого, конечно, важным является обеспечение жильем. В 2023 году выделена 41 аренная квартира для медицинских работников, предоставлено 132 места в общежитиях. То есть мы стараемся создать все условия для того, чтобы заинтересовать наших молодых специалистов, чтобы они продолжили свою работу и дальше по окончанию периода отработки. Это и определенные проценты доплаты, как молодым специалистам, доплаты за контракты. Это наставничество. Людмила Федоровна, говоря в целом о работе на перспективу, в год качества, на Ваш взгляд, чего она прежде всего должна коснуться, на что должна быть направлена? На наше качество – это сделать все возможное, чтобы наши пациенты как можно меньше были нашими пациентами, и чтобы вот эти новые методики, новые методы оказания, новые операции, то, что, в общем-то, развивается во всем мире, мы тоже могли внедрить в наши республики для того, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи нашим жителям. Спасибо вам, Людмила Федоровна. Качество во всем – залог процветания Беларуси. Таков девиз 2024 года. И призывает он не только к усердию, но также к созиданию и единению. Ведь каких успехов достигнет наша страна за эти символичные 12 месяцев, зависит от каждого из нас. Это был честный разговор с Марией Декан. До встречи через неделю. Наступивший 2024 в нашей стране объявлен годом качества. Именно этой теме глава государства посвятил свое первое рабочее совещание в этом году. Когда речь заходит о качестве, нужно понимать, что это различные аспекты. Качество потребительских товаров, их доступность и надежность, качество предоставляемых услуг, медицина, ЖКХ, транспорт. К тому же это улучшение уровня жизни каждого беларуса. И это уже ответственность всех граждан. Пенять исключительно на государство не придется. Ждать ничего не надо. Если кто-то не знает, с чего начать, начинайте с себя. Вовремя приходите на работу и делайте свое дело очень качественно. Именно к этому Александр Лукашенко призывает беларусов. Страна находится на пороге электоральной кампании. Чуть больше, чем через месяц, впервые состоится единый день голосования. В следующем году президентские выборы. Времени на раскачку нет. Первый сразу подчеркнул – никакого формализма и разгильдяйства. При всем положительном, то, что у нас есть и не отнимешь у нас, но разгильдяйство и формализма, что-то для галочки провели, отметили, все хорошо. Этого быть не должно и не будет. Это я вам обещаю. Поэтому настраивайтесь сразу с первых дней этого года на трудную, тяжелую работу. Этот год для страны особенный. Задача каждого из нас – внести свой вклад в результативность нового этапа развития беларусского общества. Каждый специалист на своем месте должен качественно выполнять свою работу. Почему это важно? Потому что сила в единстве и сплоченности. Только тогда мы придем к общему знаменателю и сможем превзойти свои же результаты. К тому же в этом году это возможность проявить свои таланты, способности, особенно молодым специалистам, которые постоянно ищут стимулы и дополнительную мотивацию. Отдельным вопросом на совещании у президента было учреждение государственного знака качества. Это значит, что в стране появится собственная национальная отметка. За награду придется серьезно побороться. Получить ее, конечно же, будет трудно, но весьма престижно. Для этого предприятия должны выпускать качественную, не уступающую мировым аналогам продукцию. Не секрет, что беларусские товары не одно десятилетие были известны далеко за пределами нашей страны. Сделано в Беларуси характерный бренд нашей страны, как Беларусская пуща или Славянский базар Витебски. Мясная, молочная продукция, Белазы – тоже узнаваемые беларусские бренды. Ежегодно экспорт беларусских товаров и услуг растет. Развивается бизнес. Привлекает наша страна и зарубежных гостей. В прошлом году Беларусь посетили свыше полутора миллиона человек из 173 стран. Их интересует не только туристическое направление и беларусские товары, но и медицинские услуги. Но нам есть куда стремиться. Рост зарплат, внедрение передовых технологий, обеспечение конкурентноспособности национальной экономики на мировом рынке, бережное и продуманное отношение к ресурсам. Одни из немногих мероприятий, запланированных в год качества. Жить в нашей стране станет еще комфортнее и лучше, если каждый из нас поймет суть этой инициативы и ответственно и осознанно подойдет к реализации задуманного. Сделать все, чтобы наша Беларусь становилась еще краше и богаче, а также противостоять современным вызовам, мы сможем только общими усилиями. Меня зовут Сергей Скол и это наш принцип правды. Всего доброго, увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова